Книга, открытая Моком, том 7. Тема природа. Вопрос 1868. Михаил Васильевич Ломоносов говорит, что в мире есть две книги, и обе они прославляют Творца. Одна Библия открывает закон Божий, и чего Бог хочет от нас, другая природа, и в ней мы видим премудрость Божию. Святые отцы что-нибудь такое же говорят? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И Библия, и мужи веры всегда обращались к природе, и природа была им покорна, и они от нее не отворачивались, хотя и такие встречались. Псалом 18.2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает вверх. Василий Великий, день памяти 1 января. Объясняет ли он историю миротворения? Он поставляет себе целью, во-первых, показать, что мир есть училище боговедения, беседа 1 на 6 днев, и через то возбудить в своих слушателях благоговения к премудрости и благости Творца. Раскрывающимся в его творениях. Малых и великих, прекрасных, разнообразных, бесчисленных. Во-вторых, он хочет показать, как природа всегда учит человека доброму нравственному житию, образ жизни, свойства, привычки четвероногих животных, птиц, рыб, пресмыкающихся. Все, даже былие однодневное. Подает ему случай к извлечению назидательных уроков для Господина Земли человеком. Объясняет ли он книгу псалмов, которая, по его выражению, совмещает в себе все, что есть полезного в других, и пророчество, и историю, и назидание. Он преимущественно предлагает извлечение псалмов певца к жизни, к деятельности христианина. Времени преподобный Афанасий получил дар умиления и плакал, когда желал. Когда по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и переломило суставы и голени. Так что святой лежал на одре болезни в течение трех лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии, но писал книги, сорок дней оканчивая потереть. И лежа он вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его козни. Тогда враг, не имея успеха в лавре, отправился и возбудил старых простецов, иноков, проживавших по прочим святогорским монастырям и проводившим жизнь отшельническую. Он внушал им следующее. Не одобрительные мысли, а действия преподобного. Зачем Афанасий причиняет насилие святой горе и разоряет древние законы? Он возвил многоценные здания, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноградники, словом, сделал гору мирским поселком. Посоветовавшись между собой, эти старцы отправились в Константинополь к императору Иоанну. К преемнику умершего Никифора, наговаривая на Афанасии, они украшивали императора прогнать его с Афонской горы. Ор. 7 августа. Свою подвижническую жизнь преподобный Ор начал в дальней пустыне, где прожил много лет в совершенном одиночестве, соблюдая строжайший пост. Затем, по повелению Божию, он переселился отсюда и устроил близ одного города монастырь, чтобы братья не имели нужды ходить далеко за дровами. Он своими руками насадил около него рощу, до его прихода здесь не было ни одного дерева. Так заботился преподобный не только о душевном спасении братья, но и о необходимом для телесной жизни, стараясь, чтобы иноки ни в чем не имели недостатка. Когда же сам он жил в дальней пустыне, то питался там лишь зеленью и коренями, казавшимися ему очень вкусной пищей. Воду он пил лишь в том случае, когда находил ее. Так однажды некоторый странствующий инок, страдавший пороком лжи, идя к преподобному, спрятал свои одежды. И, ввыше к нему полногим, он просил у него одежды. Преподобный Ор, тачат, же перед всеми облечил его во лжи, вынеся спрятанную одежду.